Председатель села Покровское Андрей Самочернов 1 апреля встретил у себя на территории депутата Законодательного собрания Свердловской области Олега Исакова. И эта встреча, несмотря на обозначенную дату, носила отнюдь нешуточный характер. Олег Исаков по пути в детские сады Артемовского посетил Покровское, где выслушал вопросы и обсудил проблемы по газификации села и возможность восстановления сельского стадиона, так необходимого жителям этого удаленного от города поселения. В принципе, у нас все есть на территории. У нас сейчас вот и сельское хозяйство представлено с агрофирмой Артемовской. Но она вот в последнее время с нашей территории потихоньку съехала. Вот сейчас у нас есть вот тут производство, птичники, инкубатор есть, есть МТМ. Вот они в 2008 году начали работы по проектированию газа совместно с областным бюджетом. За счет областного бюджета, естественно, сельского хозяйства была сделана, экспертиза была сделана за счет агрофирмы. И вот в этом году планировалось, что газ придет к нам в село. Но в силу причин, не знаю почему, сейчас же программное обеспечение, сейчас же вот эти программы все, за счет программы все строятся. Мы или это упустили, не знаю какой причины, мы ни в одну программу не попали. Вот в данный момент идет переписка между министерствами. Они все говорят, да, 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 все знают, все есть документации. Ну, Ольга Борисовна, вот тоже со своей стороны, она, Мишарина обращалась уже, ну, письмо и все, ну, вопрос вот тяжело решается. Вот мы обращаемся в том, что, может, вы со своей стороны как-то... А вот до куда газ доведен? Газ в село вообще не зашел. Нет, в село я знаю, а до села дошел? Нет. Нет, в километре. В километре, в километре. И у нас вот агротирма, она ведет на свои сельхозобъекты, а в той трубе население у нас посажено, объемы там посажены для населения. С учетом населения, да. И у нас уже создан был и кооперативного года назад, но мы не можем заниматься документацией, разрабатывать и газифицировать частный сектор, потому что мы все уже стареем. Ну да, привязки не хотим. Да, привязки. И проблемы у нас сейчас тоже по котировке, мы сейчас стопим с колес, тоже мы мечтали газифицировать уже и проектное белье не было сделано. На белье у нас самое большое хотим. Вот такая у нас серьезная проблема, потому что вот приведет газ, Варьян говорит, и восстановим те цепарку, и рабочие места, соответственно, тут и можно газифицировать нам, вот, и детские садики, которые строим. Ну, жизнь должна улучшиться. Люди-то готовы к этому уже, к газификации. Они уже спрашивают, когда вот постоянно мне звонят, даже сирлочане, которые у нас купили дома, где-то, потому что у них деньги есть, они звонят, когда будем газифицировать? Я им всегда ждите, ждите, вопрос решается. Ну, и, по крайней мере, вот так вот сейчас везде пытаемся, везде бьемся, чтобы нам помогли как-то сделать. Все, проект есть, все. Но если в этом году мы хотя бы километр не построим, вот это, то проект пропадет просто. То есть, 3 миллиона областных денег выбросили. Это уже будет второй проект, потому что первый проект делал, кто вопрос-то еще. Это уже второй проект. Лет 10 назад. Получается, задача хотя бы километром до этого сделать? Да. Мы не говорим, что поставьте нам в этом году газопровод сделать, хотя бы... Чтобы не пропал проект хотя бы. До села хотя бы наточните, вот поставьте, вот труба, на это, что люди увидели, что началась газификация. Когда срок, когда закончается? До конца 11-го года. До конца 11-го года, в следующем году уже все. Как поделились информацией с Олегом Исаковым, Ольгой Кузнецовой и Андреем Самочернов, торможение с решением вопроса о газификации Покровского идет из-за затянувшейся переписки Министерств Свердловской области, которые и занимаются этой проблемой. Отметим, что у Ольги Кузнецовой уже есть опыт в разрешении подобных вопросов. Благодаря ее стараниям возобновилась и успешно закончилась газификация кооператива «Северный» поселка Буланаш. Бондарев, выяснил у него ситуацию. Это сельхозы? Да, не старцы. Сельхозы. Сейчас новые фокусовые завесители. Да, там ученик новые. Письма все есть, да, там у нас. Письма я привезу, все сельхозы. Мы с ним встречались, с новым начальником губернатора, на эту тему разговаривали, письмо я показывала с губернатором, все это есть. Также Андрей Самочернов поднял вопрос и о развитии спорта на селе. Активно, неактивно, мы начали. Впереди даже еще наши, там, Александр Сергеевич, надо заниматься спортом. Спортом, вот спортом на селе, привлекая как массово, сейчас вот ходят с области, до сюда, вот мы видим, где мы потихоньку занимаемся. Вот у нас территория большая, у нас тут много спортивных людей, которые занимаются в школе. Вот спорт в школе построен на высоком уровне, вот занимаются в областных уровнях, везде выигрывают. Но дальше-то все, дальше-то мы встали, дальше у нас ничего не было. Вот в том году мы сделали клуб спорта Покровский, вот он здесь, мы потом спустимся, вам покажем. За счет спонсоров, бюджетных денег тоже тут никаких, ни копейки, ничего. Сейчас у нас там ребята бесплатно занимаются рукопашным боем. Вот сидит руководитель города, Клипин, Олег Сергеевич, он нам дал полставочки, благодаря ему мы тут занимаемся сейчас. У нас здесь робики для женщин, у нас здесь есть сейчас тренажеры, занимаются ребята вечером. Но это в помещении. Вот я о чем говорю, у нас есть стадион, который 40 лет назад здесь вот был, здесь вот наши, вот Сергей Борисович, возраст, да, Голубков, Александр. Они ездили в область и занимали там призовые места и играли. Мы играли в область. Вы играли, приезжали даже отовсюду. Вот ребята, не ребята, а сейчас вот рассказывают, вот уже мужчины, они говорят. Вот мужики играли в футбол, а мы, говорит, стояли за воротами, подавали только мячи. Вот такая у вас трюма была стадиона. Сейчас этот стадион, в связи с перестройкой, там сами знаете, все, только место. Вот я сейчас занимаюсь межеванием, мы уже выезжали, мы от межоем, он будет наш, муниципальный стадион. Вот мы сейчас планируем его восстанавливать. Вот смотришь в интернет и удивляешь, во всех областях какие-то такие программы существуют, сельские стадионы восстанавливают, там вообще строят чуть не мирового уровня. Нам не надо мирового уровня, нам надо чисто вот его. Но в письме-то я писал, что его надо огородить и по дизайн-пути сделать, допустим. Но мы тоже на место выйдем, посмотрим, может чем-то еще поможет. Вот хотелось бы нам, так как юбилейный седьмого года, и надо как-то людей-то вовлекать в массовые спорты, тем более вот это, что связано и с армией, и со здоровьем, и с демократией, и с той же. Ну, все в комплексе же у нас получается. У нас вообще осталось только место под стадион. А вы раньше футбол? Футбол, волейбол, там много там вот, и какие-то остальные рассказывают, местные жители не расскажут. В наше время все мероприятия, которые были, они проходили на этом стадионе. Глава Покровского отметил, что после оформления земель стадиона в муниципальную собственность, в первую очередь необходимо будет провести его ограждение, также рассчитывая на помощь Олега Исаакова. В деле восстановления стадиона Андрей Самочернов планирует воспользоваться одной из областных программ. Вот я тоже нашел программу, областную, что можно участвовать, сельские территории могут участвовать в этой программе. Вот там строительство именно мини-стадиона, вот эти вот, туда входит футбольная. Играя программа? Нет, областная. Областная? Ну, одно из условий, там должна быть земля муниципальная, чем я сейчас занимаюсь, потому что это был объект, у нас за чьих землях, и софинансирование должно быть. Какой процент? Я не знаю, Цепила занимается этим вопросом сейчас, просто что с меня надо, я вот сейчас вот вложу. А, Альберт, как вы хотите поле? Футбольное? Стандартное? Ну, может, стандартное, но по той программе там 35 на 55. А, это мини-поле? Так, как там, там мини-поле. Ну, там у нас идет, там у нас... Там у нас получите, наверное, такое. Там у нас идет, видите, если мини-стадион, там полигонная площадка, баскетбольная площадка и футбольная поле, это пиговая площадка. Но нам главное-то надо играть. А благородить еще? А благородить, конечно. Там это вроде все так просто, там даже троуся заросло, кочек, ну сколько лет, сейчас должна спахать, засеять, это же многое все. Но если есть такая программа, почему бы не готовы поучаствовать, допустим? Нет, это нормально. Это нормально, я считаю. В завершении беседы Андрей Самочернов показал Олегу Исакову тот самый спортивный стадион, о строительстве которого говорилось ранее и где местные жители занимаются спортом. По дороге на стадион депутату продемонстрировали и местный центр досуга, где проходят все концерты, торжественные мероприятия села, а также отмечаются свадьбы и дни рождения. В мечтах культработников центра к юбилею села сделать и здесь небольшой ремонт. Затем Олег Исаков посмотрел и стадион, для восстановления которого и прикладывает все силы глава ТОМС, села Покровское Андрей Самочернов. Вот здесь вот у нас, вот там у нас футбольное поле, как бы беговая дорожка была сделана. Гектарный. Ну, наверное, гектарный, потому что я не уточнил, потому что я не уточнил, потому что я не уточнил. Гектарный. Зеленая зона, хорошее место. Центр, все рядом, практически все соединяем вот здесь. По окончании встречи Олег Исаков попросил Андрея Самочернова сделать все расчеты, необходимые для установки ограждения вокруг территории стадиона, и направить ему для решения поставленной задачи. Продолжение следует...